Самое лучшее Кирканье, я хочу сказать, что его вдохновляет на воспеванических имен и какую-то славу святого имени он хотел поделиться. Слава святого имени безгранична. По милости Махавана, Храбу. Поделитесь, преданные хотят, услышать не может. Ну, вдохновляет Гуру Дев, конечно. Гуру Дев вдохновляет прежде всего. Я всегда считаю, что нам очень сильно повезло иметь такого Гуру Деву. Очень-очень сильно повезло. Потому что его дух, он неповторимый на самом деле, проповеднический дух. Прославление святого имени, это эксклюзив, конечно. Я больше не знаю такого настроения. Но еще, правда, есть Джанананда Прабуха, который тоже с ума сходит. Ну, а сам я что, спою всю жизнь. Так вот Кришна встроил, что гитару поменял на гармошку. О чем вы думаете, о чем вы молитесь, когда воспеваете святые имена? Поделитесь, пожалуйста. Я обычно думаю, как удовлетворить вайшнавов. Молиться я не умею особо. Единственное, что я хочу всегда, это если вайшнавы довольны, то есть шанс у меня как-то оставаться в этом обществе и как-то может прогрессировать даже. Как служение вайшнавам, да, воспевание святых именей? То есть, когда вот спрашивают меня, ну, как Киртан, как вы в него погружаетесь, о чем вы думаете, я всегда, ну, понимаю, что настоящий Киртан, он очень редко бывает. И то, может, он не настоящий, я откуда знаю. Прабхупада однажды ученикам сказал, когда они пришли с Харина, мы сказали, о, экстаз, Прабхупада, он говорит, вы не знаете, что такое экстаз, на самом деле. Поэтому, и как бы, я как работа, для меня это работа. Вы не устаете от работы? Да, ну, работа как работа, лучше, чем на заводе. Бывает очень тяжело, когда музыкантов нет, когда поддержки нет, очень тяжело. Но там вот предаешься как раз. Когда в том лес, то подровали, да? Да, вот когда нету, да, группы, тогда ты именно предаешься. Тогда ты реально можешь оценить, что святое имя, оно, ну, то есть, самодостаточное и не зависит от всех вот этих вещей, как мы спорили на 4 недели, музыкантов нет. То есть, это, ну, тяжелый труд, на самом деле. Но там предаешься просто, и видишь, что экстаз все равно продолжается. Вот, ну, редко бывает, когда все совпадает, и все вот стали. И там действительно накрывают. Такие киртаны, они редкие камни. Вот, так Гурубе сегодня продемонстрировали. Вот, всегда в пуске спиральники. То есть, для меня это, ну, редкость, чтобы так всех накануне под колпаком оказать. Но, может быть, когда-нибудь в будущем что-то произойдет по милости Гуру и Гауранге. Что-то какие-нибудь пожелания, благословения, чтобы преданные могли как можно больше и чаще выходить на улицу? По улице, воспевать, использовать любые возможности, вот какие-нибудь важности воспевания. Да, я всегда, куда, я только не приезжаю, доча, подожди. Не мешай. Не, мы потом у тебя интервью будем. Готовы? Куда, куда я только не приезжаю, я везде вот как раз говорю вот этот момент. Мы ездили нынче на Алтай и познакомились с батюшкой, с одним, со скетом. И он описывал, как он имел опыт в Афоне, в афонских монастырях, в разных ходить. И он рассказал потрясающую вещь, которая меня вдохновила очень. Он говорит, я в двух монастырях вдохновился особо на Афоне. И они отличались от других тем, что там так же все происходило, как в других. Каждый занимался служением по природе. Кто-то бухгалтер, кто-то там картошку чистит, кто-то полы моет. Но, говорит, у них каждый день, от мала до велика, все идут на гору давить маслины вместе. И даже, говорит, самый старейшина, настоятель, который уже больной очень, он все равно идет на гору со всеми и давит маслины. Я тогда подумал, это же... И там, говорит, я увидел вот этих людей, они меня очень вдохновили на духовную жизнь, он сказал. Я, говорит, нигде так не вдохновился, как вот от этих именно людей. Какой-то дух особый у них был, то есть особое смирение, особая какая-то сила духовная. И я подумал, это же Санкиртон. Это же именно вот то, что Господь Читания говорил, совместно. Но у нас нам не надо маслины давить их. У нас уже есть метод самый потрясающий, когда мы вместе можем выходить на Харинаму. Поэтому я во всех городах говорю, если бы хотя бы раз в неделю, все от мала до велика, независимо от того, чем они занимаются, какие программы проводят, образование, там, бактеврикши, не важно. Выходили бы все на Харинаму раз в неделю, это была бы огромная-огромная сила. И нас бы это сплочало, и мы бы проповедовали гораздо успешнее, и сами бы развивались гораздо успешнее. Это вот такое послание мое, такая реализация. Гория Гришна, спасибо.